Как заботиться вашего сердца? Прослушивание сердца не всегда легко, особенно в занятой и требовательной культуре. Но, несмотря на жизнь пытается тянуть вас в миллион направлениях, есть способы, вы можете выкроить священное пространство для себя. Вы можете сделать все возможное, чтобы жить в соответствии с желанием вашего сердца, которое поможет вам наслаждаться жизнью вы живете и быть более подарком для окружающих вас людей. Составьте список вещей, которые вы хотите достичь. Создать открытое пространство. Первый шаг к получению в контакт с вашим сердцем в более глубоком уровне, чтобы дать ваше сердце время и пространство, чтобы высказаться. Важно, чтобы сидеть спокойно, не отвлекаясь для вашего сердца, чтобы быть в состоянии «пусть сам будет услышан». Вы можете создать намеренное место, где вы можете пойти, чтобы просто сидеть. Если у вас есть дополнительная комната в вашем доме, вы можете зажечь свечи и создать комфортные условия для выполнения этой задачи. Слушай свое сердце. После того, как вы установили правильные условия, вы можете начать делать свою работу, чтобы быть открытыми для осознанно вашего сердца. Вы можете задать себе вопрос, такой как то, что я чувствую под поверхностью прямо сейчас. Подождите некоторое время после того, как вы задаете вопрос, чтобы увидеть, если ответ пузыри из вашего сердца. Такая практика поможет вашему сердцу и ваше внутреннее желание выразить себя. Вы можете также использовать технику, называемую фокусировки, которая отлично подходит для получения в контакте с вашим телом. Вот как сделать фокусировка, после того, как вы очистили пространство и спросил, что происходит внутри вас, обратите внимание на то, что ваше тело – ответ ИС. Не пытайтесь исследовать его, просто заметить его издалека. Например, вы можете чувствовать стеснение в груди, когда вы спрашиваете, что происходит под поверхностью. Обратите внимание на это от расстояния. Поставьте ручку на сенсации. Это, как правило, в виде слова или короткой фразы. Например, вы можете сказать «герметичность» или «давление в грудной клетке» или «напряженность». Продолжайте пробовать слова, пока он не кажется, соответствует ощущению. Вернитесь назад и вперед между ощущением и словом, которое описывает его. Проверить и посмотреть, как они взаимодействуют между собой. Смотрите, если ощущение тела немного меняется, когда у вас есть точное название для него. Спросите себя, что вызывает это ощущение. Что это о вашей жизни прямо сейчас? Что причиняет вам чувствовать себя тесно в груди? Не беритесь за ответ, просто дайте ответ пузыриться. Это может произойти не в первый раз. Фокусировка может принять практику, но это большой ряд шагов, чтобы помочь вам открыть себя к своему сердцу и все, что происходит внутри вас. Отложенное время каждый день. Беспорядочный образ жизни действительно может ослабить вашу способность следовать своему сердцу. Возьмите тайм-аут свой день, каждый день, для себя. Не давайте что-нибудь еще наложить на это время. То, что вы с ним делать это до вас, но вот несколько советов. Размышлять. Есть целый ряд преимуществ, психического и физического здоровья в размышляе, таких как низкое кровяное давление и нижний предел текучести. Попробуйте, сидя в вертикальном положении в течение не менее 10 минут в тихом месте. Сосредоточьтесь на одном, например, ощущение воздуха происходит в изноздрей, или объект, как карандаш. Когда ваше внимание покидает объект, мягко напомнить себе, чтобы вернуться. Возьмите длинную ванну. Расслабление в воде имеет подобный эффект на другие методы релаксации. Это отличный способ успокоиться. Вы можете использовать это время, чтобы задуматься о своей жизни, или просто наслаждаться тишиной и ощущением теплой ванны. Например, если вы любите читать, убедитесь, чтобы дать время для чтения в вашем графике. Спросите у своих друзей рекомендации хороших книг. Коллекция поэзии может быть особенно вызывающим воспоминания. Если вы больше любитель кино, проверить некоторые высокие рейтинг фильмов, которые будут буксиры на вашем сердце строг. Тратить время на природе это еще один хороший вариант, он может помочь вам чувствовать себя более живым и в контакте с самим собой. Соматические испытывают терапию аналогично фокусировки, где вы сосредоточены на ощущениях в вашем теле, а не мыслей и воспоминаний. Вы действительно можете сделать фокусировку с другом, где вы идете через шаги вместе и сообщить, что происходит. Вы также можете просто говорить о том, что происходит в вашей жизни прямо сейчас, и выразить свое желание получить больше в контакте с вашим сердцем. Например, вы можете сказать, «Эй, я чувствую, что я на самом деле не следующее мое сердце в моей жизни прямо сейчас. Я мог бы реально использовать кого-то, чтобы поговорить об этом». Готовы ли вы помочь? Если вы хотите, чтобы следовать своему сердцу, убедитесь, что вы живете в соответствии с вашими собственными желаниями, а не то, что другие люди хотят от вас. Это на самом деле одна из наиболее часто встречающихся сожалений от людей, которые находятся на смертном адре. Изменение в ваш ум может быть простой выход из сложных ситуаций, но если вы всегда обратно, вы никогда не будете учиться на своих ошибках или какого-либо прогресса. Важно, чтобы совершить путь вы находитесь в жизни. Обязательство даст вам силы нести наперед лицом трудностей. После ваше сердце не всегда должно быть легко. Если вы чувствуете тонну сопротивления по отношению к такого рода обязательств, будь то на образование или конкретной карьеры, то это может быть хорошей идеей, чтобы исследовать ли вы на самом деле следующее ваше сердце. Избегайте спутать естественное сопротивление и трудности с такого рода большим сопротивлением. Это нормально чувствовать себя в унынии, иногда, даже если вы находитесь на правильном пути для вас. Если вы не уверены, если вы делаете правильные вещи, попытайтесь спросить, кому вы доверяете, например, близкого друга или члена семьи. Участие в выразительных деятельностях Есть целый ряд творческих мероприятий, которые вы можете сделать, чтобы войти в контакт с вашим сердцем. Цель здесь, чтобы открыть себя к вашему сердцу, или ваше внутреннее желание. Стиль и самовыражение, как те, которые используются в арт-терапии, может помочь вам стать более открытыми для себя и своего сердца. Практика осознанности Есть два различных способа, вы можете прожить свою жизнь, быть и делать. Режим делать является то, что многие люди считают себя заострял в много времени. Это необходимый режим для нашей быстро развивающейся, высокого напряжения культуры, и это на самом деле очень полезно для поддержания. Тем не менее, режим делать может сделать это трудно, чтобы слушать ваши потребности и замедлить достаточно, чтобы наслаждаться жизнью. Внимательность медитации может помочь вам укрепить бытие режим в вашей жизни, что режим, который поможет вам начать следовать своему сердцу. Например, вы можете потратить больше времени с друзьями, или тратить меньше времени перед телевизором. Будьте уверены в себе, но не тщеславны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!